Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня нас ждет что-то действительно необычное. Мы погрузимся в мир самых странных, удивительных и даже шокирующих теорий о том, откуда появился человек. Вы наверняка слышали про теорию эволюции Дарвина или религиозные версии происхождения, но что если я скажу вам, что есть идеи куда более странные? Например, что мы, потомки инопланетян, грибов или даже персонажи компьютерной симуляции? Звучит как фантастика, правда? Но за каждой из этих теорий стоят свои аргументы, а иногда и реальные ученые, которые их серьезно изучали. В этом видео я расскажу вам про 10 самых необычных теорий происхождения человека. Мы разберем каждую из них подробно, откуда она взялась, кто ее придумал, какие есть доказательства или хотя бы любопытные факты, которые заставляют задуматься. Это будет не просто список, это настоящее путешествие по человеческой фантазии и науке. Так что устраивайтесь поудобнее, запасайтесь попкорном, потому что ближайшее время мы проведем исследуя самые невероятные идеи о том, кто мы такие и откуда пришли. И да, не забудьте написать в комментариях, какая теория вам покажется самой безумной или наоборот правдоподобной. Поехали! Начинаем с первой теории, которая звучит так. Человек появился не на суше, а в воде. Да-да, это называется акватическая теория происхождения человека. Ее в 1929 году предложил британский биолог Алистер Харди, а позже популяризировала писательница Элейн Морган. Идея в том, что наши далекие предки – обезьяны. Однажды решили спуститься с деревьев не в саванну, как считает Дарвин, а в воду. Может, их загнали туда хищники? Может, они искали еду, например, моллюсков или рыбу? И вот, живя у водоемов, эти водные обезьяны начали эволюционировать по-особенному. Что интересно, у этой теории есть аргументы. Например, почему у человека так мало волос на теле по сравнению с другими приматами? Может, шерсть мешала плавать, и мы ее потеряли, как дельфины или киты? А как вам тот факт, что мы единственные приматы, которые могут задерживать дыхание под водой? Или что у нас есть подкожный жир, как у морских млекопитающих, а не у шимпанзе? Даже наши слезы и пот соленые, что намекает на связь с морской средой. Элейн Морган в своей книге «The Aquatic Ape» писала, что прямохождение тоже могло появиться из-за жизни в воде, стоя по пояс в реке, легче добывать еду. А еще у новорожденных есть плавательный рефлекс. Они инстинктивно двигают руками и ногами, как будто плывут. Это что, остатки нашего водного прошлого? Но, конечно, у теории есть критики. Ученые говорят, где тогда окаменелости этих водных обезьян? Почему мы не находим следов их жизни у рек или морей? И все же идея захватывает. Представьте, что вместо саванны наши предки ныряли за устрицами. А русалки из легенд – это воспоминания о тех временах. Что думаете, ребята? Напишите в комментариях. Переходим ко второй теории. И тут уже начинается настоящая космическая фантастика. Это теория панспермии, которая гласит, что жизнь на Земле, включая человека, зародилась не сама по себе, а была занесена из космоса. Впервые об этом заговорили еще в XIX веке такие ученые, как Герман Гельмгольц и Сванте Арениус. Идея проста. Микроорганизмы или даже молекулы, необходимые для жизни, прилетели на Землю на кометах, метеоритах или космической пыли. Но есть и более радикальная версия. Направленная панспермия. Ее предложил Фрэнсис Крик, тот самый, который открыл структуру ДНК. Он считал, что какая-то высокоразвитая цивилизация специально отправила семена жизни на Землю. Может, это был эксперимент, а мы его результат? Представьте, где-то там, в другой галактике, инопланетные ученые наблюдают за нами через космический телескоп и делают заметки. Интересный факт. В метеоритах действительно находят аминокислоты, строительные блоки жизни. Например, в 1969 году на Землю упал метеорит Мерчисон. И в нем обнаружили более 70 видов аминокислот. А в 2021 году ученые нашли в космосе молекулы, похожие на те, что нужны для РНК. Это намекает, что жизнь могла прилететь извне. Но вот вопрос. Если мы – потомки космических микробов, то кто создал тех, кто их сюда отправил? Это бесконечный цикл, который заставляет задуматься. И еще. Некоторые верят, что древние шумерские тексты или египетские пирамиды – доказательство контакта с этими сеятелями. Как вам такая идея? Инопланетное происхождение – это круто или слишком уж невероятно? Третья теория для любителей фильмов вроде «Матрицы». Что если мы не настоящие, а всего лишь персонажи в гигантской компьютерной симуляции? Эту идею в 2003 году серьезно предложил философ Ник Бостром. Он сказал, если цивилизация когда-нибудь создаст суперкомпьютер, способный моделировать целые миры, то вероятность, что мы живем в таком мире, очень велика. Подумайте, технологии развиваются бешеным темпом. Уже сейчас у нас есть видеоигры с почти реальными персонажами. А что будет через тысячу лет? Может, какая-то сверхцивилизация уже запустила симуляцию под названием «Земля» и «Мы» – просто кот? Бостром даже посчитал. Если таких симуляций бесконечно много, то шансы, что мы в оригинальной реальности, ничтожно малы. Интересно, что эту идею поддерживают и ученые, вроде Илона Маска. Он как-то сказал, вероятность, что мы живем в базовой реальности – один к миллиарду. А что, если глюки в жизни – это баги программы? Например, дежавю – это сбой в загрузке данных. Или странные совпадения – подсказки от программистов. Но есть и другой взгляд. Если мы в симуляции, то кто нас создал и зачем? Может, это эксперимент, игра или даже наказание? И что будет, если мы взломаем систему? Эта теория пугает, но и завораживает. Как думаете, ребята, мы реальны или просто пиксели на экране? Четвертая теория звучит как шутка, но ее всерьез обсуждают некоторые исследователи. Это идея, что люди произошли от грибов. Да, тех самых, что растут в лесу или на старом хлебе. Впервые об этом заговорил миколог Пол Стэмитс, который изучал грибы и их роль в природе. Аргументы такие. Грибы – одни из древнейших организмов на Земле. Они появились более миллиарда лет назад. У них есть сложные сети – мицелий, который напоминает нервную систему. Они умеют общаться через химические сигналы и даже решать простые задачи, как лабиринты. А еще грибы – мастера адаптации. Они выживают там, где другие гибнут. Стэмитс предположил, что грибы могли повлиять на эволюцию, например, через симбиоз с другими организмами. А может, мы вообще их дальние родственники? Ведь у нас с грибами больше общего, чем кажется. Мы оба дышим кислородом, а не углекислым газом, как растение. И псилоцибиновые грибы, которые вызывают галлюцинации – это что, их способ говорить с нами? Конечно, ученые скептичны, но идея любопытная. Представьте, мы не дети обезьян, а внуки шампиньонов. Как вам такой поворот? Пятая теория переносит нас к истокам жизни. Британский химик Александр Кейрнс Смит в 1960-х годах предложил, что жизнь началась не в воде, а в глине. Его идея. Кристаллы глинистых минералов, например, каолинита, могли стать матрицей для первых органических молекул. Как это работает? Кристаллы глины умеют расти и копировать себя как ДНК. Они впитывают вещества из окружающей среды и организуют их. Кейрнс Смит считал, что эти кристаллы постепенно усложнялись, пока не передали эстафету органики, из которой потом появились клетки. Интересно, что в Библии тоже есть идея о создании человека из глины. Может, древние что-то знали? А ученые находят в глине следы древних молекул, что поддерживает теорию. Но критики говорят, как неживая глина могла породить жизнь. Это все еще загадка. Задумайтесь, что если наша ДНК – это просто улучшенная версия глиняного кода? Очень странно, но захватывающе. Шестая теория для фанатов «Назад в будущее». Что, если человек появился не постепенно, а в результате квантового скачка во времени? Эту идею обсуждают на форумах конспирологов. Но корни уходят к физике. Представьте, где-то в будущем люди освоили путешествие во времени. И случайно или специально кто-то забросил человека в прошлое. Или даже целую группу. Эти гости из будущего начали историю человечества. А доказательства? Некоторые указывают на странные артефакты, вроде лондонского молотка – железного инструмента, найденного в камне возрастом миллионы лет. Физики скажут, что это невозможно из-за парадоксов времени. Но если квантовая механика допускает червоточины, то почему бы и нет? Может, мы сами себя создали? Напишите в комментариях, верите ли вы в путешествие во времени. Седьмая теория для любителей конспирологии – это идея, что люди произошли от рептилий. Ее популяризировал Дэвид Айк, утверждая, что элита мира – это потомки разумных ящеров, которые скрестились с людьми. Откуда это взялось? Некоторые ссылаются на древние мифы – вавилонские или индийские, где боги-рептилии создают людей. А еще есть странный факт – у человеческих эмбрионов на ранних стадиях есть хвост и жабры, как у рептилий. Может, это следы нашего происхождения? Наука, конечно, смеется над этим, но Айк собрал миллионы последователей. Он даже говорит, что рептилоиды до сих пор среди нас, маскируясь под людей. Звучит безумно, но заставляет задуматься – а вдруг в мифах есть зерно правды? Восьмая теория – научная, но необычная. Это идея эндосимбиоза, предложенная Лин Маргулис. Она считала, что сложные организмы, включая человека, появились благодаря дружбе простейших клеток. Как это было? Миллиарды лет назад одни бактерии поглощали других, но не переваривали, а начинали жить вместе. Так появились митохондрии – энергостанции клеток. А потом этот процесс усложнился, приведя к многоклеточным организмам и в итоге к нам. Доказательства есть – митохондрии имеют свою ДНК, отличную от нашей. Это как будто чужие внутри нас. Маргулис доказала, что эволюция – это не только борьба, но и сотрудничество. Интересно, правда? Девятая теория связана с движением плоской Земли. Некоторые верят, что Земля – не шар, а плоский диск, а люди – часть божественного эксперимента. Это смесь науки и религии. Сторонники говорят, если Земля плоская, то традиционная эволюция невозможна. Значит, нас создал кто-то сверху. Они ищут доказательства в древних текстах и даже в современных фото НАСА, утверждая, что все подделано. Наука опровергает это, но идея живет. Может, мы действительно в каком-то аквариуме под наблюдением? Что думаете? И, наконец, десятая теория – самозарождение. Это древняя идея, что жизнь, включая человека, появилась случайно из неживой материи. Аристотель считал, что черви рождаются из грязи, а мухи – из мяса. Современная версия – химическая эволюция. В первичном бульоне молекулы случайно соединялись, пока не получились клетки. Ученые вроде Стэнли Миллера в 1950-х годах даже создали аминокислоты в лаборатории, имитируя условия молодой Земли. Но вопрос остается – как из хаоса возник такой порядок, как человек? Это случайность или нечто большее? Вот и все, друзья. Мы прошли через 10 самых необычных теорий происхождения человека. От водных обезьян до компьютерной симуляции. Какая вам понравилась больше всего? Может, вы верите, что мы из космоса? Или что мы – эксперимент высших сил? Напишите в комментариях, я очень хочу узнать ваше мнение. Это видео было настоящим приключением, и я надеюсь, вам было так же интересно, как мне. Если хотите больше таких тем, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А пока, до встречи в следующем видео, пока!